Сочи Это прекрасное место, мне все здесь очень нравится Раньше из города в горы было сложно попасть даже на машине Сейчас туда провожили железную дорогу И к новому курорту регулярно ходят скоростные электропоезда Всего к Олимпиаде построили 367 километров новых дорог А также новые мосты, эстакады и тоннели Самая была главная беда Черноморского побережья, этого кластера Это даже дороги Сочи задыхался в пробках Например, моя жена могла потратить до двух часов только в поездок пробки на работу и с работы И эти пробки могли убить сам курорт и саму всю эту территорию Также подготовка к этой Олимпиаде побила все мировые рекорды стоимости К примеру, на все, что здесь соорудили, потратили более 50 миллиардов долларов А само строительство сопровождалось возбуждением уголовных дел К примеру, главная арена, стадион Фишт Изначально на его возведение заложили примерно на наши деньги 2 миллиарда гривен По окончанию строительства сумма возросла в три раза, до 6 миллиардов На подготовку к Олимпийским играм в Ванкувере потратили примерно 7 миллиардов долларов Только что обнародовали бюджет следующих зимних игр в Южной Корее Это те же 7 миллиардов долларов 7 миллиардов и 51 миллиард долларов Это сумасшествие 50 миллиардов долларов потратили Ну, это вот слухи такие идут, что много налево ушел Ну, кто-то там прикарманивал Но зато такие вещи здесь сделаны Не то, что 50 миллиардов, почему не ушел 100 миллиардов С болота сделали город Вы можете это представить? Чистые болота там высушили, насыпали, остроили все Громадные расходы на Сочи местные власти поясняют тем, что деньги вкладывали не только на подготовку к Олимпиаде Но и в сам город, чтобы он превратился в центр спорта и туризма Этой осенью здесь уже планируется провести гран-при Формулы-1 Вот мы, кстати, имеем возможность проехаться по виртуальной гоночной трассе Формулы-1 в Сочи В России к Олимпиаде готовились 7 лет В Украине до 2022 года есть 8 Что уже есть в нашей стране и что еще необходимо построить? Если заявку Львов-2022 утвердят, более детально знает моя коллега Ирина Смирнова Единственный спортивный объект, который уже сегодня на 100% готов принимать Олимпиаду Это стадион Львов-Арена Он вмещает 34 тысячи зрителей и может быть задействован для открытия и закрытия зимних игр О полной готовности стадиона говорят в заявочном комитете Зимней Олимпиады-2022 Хозяева поля знают больше На 100% готового не бывает никогда ничего Фактически это одна глобальная работа, нам потребна дублющее энергопостачание Сам Львов-это одна из трех локаций, прописанных Украина в заявке на проведение Зимней Олимпиады-2022 В городе будет задействован стадион, Олимпийский городок, который планируют построить рядом с главной ареной И площадка уже сейчас, готовящаяся к Евробаскету Еще два крупных объекта во Львовской области Спортивная база Тисовец и Воловец Если Международный Олимпийский комитет выберет Украину страной-хозяйкой Олимпиады-2022 Именно здесь будут проходить все основные соревнования Даже если зимой 2022 года в Карпатах не будет снега То в принципе его можно генерировать на месте Главное, что ландшафт подходящий Похоже, ландшафт единственное, что на тренировочных объектах соответствует олимпийским требованиям Все остальное – трассы, стрельбища, трамплины, упадки У спортсменов, которые здесь сейчас тренируются, выборы особо нет На современных площадках бывают разве что на соревнованиях Тисовец – это спортивный полигон для биатлона и лыжных гонок Для Олимпиады этого мало Олимпиада – это не только биатлоны и лыжи, но на данный момент у нас все дисциплины есть Это еще трамплины, это еще бобслеи, фигурное катание, керлинг Дуже много чего нужно строить на новом Чиновников от спорта это не пугает Евро провели и Олимпиаду проведем Правда, сколько денег нужно для организации больших игр, точно сказать не могут Затраты на саму Олимпиаду и на спортивную составляющую, касаясь Олимпиады, они невысокие Это несколько миллиардов долларов Основные затраты – это инфраструктура, которая строится для региона, строится для страны, для людей и будет использоваться десятилетиями Подготовка начнется только после ответа Международного Олимпийского комитета Города-кандидаты на роль хозяина игр определят в июле этого года О какому городу выпадет честь принимать зимнюю Олимпиаду через 8 лет Станет известно 31 декабря 2015 года Ирина Смирнова, Павел Холодов, События недели